Шалом, дорогие друзья, вы на канале ИТОН ТВ, в эфире программа «Здоровье не купишь». Меня зовут Свизильбер, и я спешу представить моих гостей. С нами в студии профессор Шмуэль Левит, глава Института эндокринологии и диабетологии при медицинском центре Ассута Тель-Авив, профессор Казанского научно-исследовательского технологического института. Шалом, здравствуйте. Здравствуйте. А также рядом со мной профессор Шимон Славин, научный и медицинский директор компании Биотерапии Интернешнл и Центра иммунотерапии рака и клеточной терапии. Шалом. Шалом. Сегодня мы поговорим о диабете. И я думаю, что мы начнем с вас, доктор Левит. И давайте начнем с самых азов. Я скажу только, что если раньше диабет считался неизлечимым, необратимым заболеванием, то сегодня многие больные диабета, многие диабетики, у них появилась надежда. Они живут в надежде на то, что исцеление возможно. Давайте начнем с самых азов. Что это такое и в чем изменилась концепция, в чем изменился подход к лечению сахарного диабета? Для того, чтобы понять, о чем идет речь, все-таки нужно оговориться, что около 10 лет назад примерно мы с коллегами предсказали революцию вообще в диабетологии. И предсказали не просто излечимость диабета второго типа, я подчеркиваю, это второй тип этого диабета пожилых, но и в ряде случаев быструю излечимость этого типа диабета и отсутствие необходимости введения инсулина большинству больных со вторым типом диабета. В то время нам пришлось пережить почти линч, потому что это была ересь, сущая ересь. Сегодня только ленивый из тех, кто критиковал и бросал камни, не поднимается на сцену и не говорит нашими словами. Но если мы взглянем на то, что творится с первым юношеским типом диабета, это 10% примерно от всей популяции диабетиков мира, то здесь ситуация намного сложнее. И до сих пор, если мы открываем учебники, статьи, это заболевание считалось абсолютно необратимым, неизлечимым. Более того, терапия считалась единственной терапией, это введение инсулина. Здесь я хотел бы сделать очень краткий экскурс в историю и сказать, что до 21-го года, когда Бантинг и Бест, ученые, изобрели инсулина, впоследствии ввели этот инсулин в практику, до этого времени судьбой несчастных молодых людей и детей, которые болели диабетом первого типа, а это и есть юношеский диабет, первый тип называется юношеский диабет, судьба их была очень печальна, они все погибали от истощения и от китоацидоза, то есть закисления крови ацетоном. Но я, когда начал перечитывать все это, я увидел, что они погибали не сразу. То есть концепция, которая сегодня главенствует в мире, утверждает, что сахарный диабет первого типа, юношеский диабет, это атака иммунной системы на поджелудочную железу, поджелудочная железа, ее эндокринная часть уничтожается иммунной системой, заболевание полностью необратимо, неизлечимо, и инсулин это единственное, что можно давать. И вот сегодня, буквально еще пару лет, мы будем праздновать столетие эры инсулина. Что удивительно, что мы предсказали, что эра инсулина идет к своему закату. Она уже пришла к своему закату, большому закату во втором типе диабета, и она наверняка придет к закату, поскольку нам удалось в последние годы поменять концепцию. В чем наша концепция очень кратко? Наша концепция заключается в том, что сахарный диабет первого типа гораздо более сложен, и он является в какой-то степени заболеванием нервной системы мозговой ткани, поскольку только в последние годы стало известно, что даже через 30 лет после начала дебюта так называемого первого типа диабета, мы находим в крови и в тканях у больных здоровые бета-клетки, то есть те клетки, которые могут вырабатывать инсулин. Это потрясающая новость, которая полностью опровергает предыдущую концепцию. Второе. Последние годы было открыто, что клетки островков Лангерганса, то есть это клетки, которые находятся в поджелудочной железе, это не только бета-клетки, выделяющие инсулин, но и альфа-клетки, выделяющие глюкогон, и клетки, выделяющие соматостатин и так далее. Так вот, все эти клетки являются по сути мозговыми клетками. И вообще, если мы возьмем и посмотрим количество нейронов, а это клетки мозга, которые у нас находятся в желудочно-кишечном тракте, получится где-то 700 грамм мозговых клеток, то есть это наш второй мозг. И выражение, я нутром чувствую, да, то оно имеет под собой четкую основу, которая сегодня доказана. У нас есть второй мозг в желудочно-кишечном тракте. Сахарный диабет – это заболевание мозговой ткани. И теперь, когда мы пришли к этому выводу, мы поняли, что здесь иммунная система может выполнять роль только триггера, то есть запускового момента, но дальше идет очень сильная дезрегуляция всех клеток островкового аппарата поджелудочной железы. И, как следствие, может наступить функциональный паралич этих клеток, функциональный паралич, который приводит к отсутствию инсулина. Но это не значит, что эти клетки умирают. У большинства больных они остаются живыми еще много лет. И тогда мы назначили терапию, которая, по нашим взглядам, по нашему убеждению, должна была помочь, она действительно помогла. И сегодня мы обобщили данные, и по нашим данным мы взяли около 20 человек. И у людей, которые получили нашу терапию, мы называем это регенерационной терапией, мы даем три вещества одновременно, противовоспалительный препарат и два препарата, которые стимулируют регенерацию, мы получили удивительный результат. Мы получили снижение на 60% потребности в инсулине. И некоторые даже оставили уколы инсулина. То есть, таким образом мы подтвердили нашу концепцию. Это регенеративная терапия. Хотя раньше, если меня спрашивали, в чем будущее, вы видите, будущее решение проблемы диабета первого типа, я всегда говорил, это высокие технологии. Это помпы, это сенсоры и так далее. Я занимаюсь этим почти последние 30 лет. Я действительно верю в высокие технологии. Но сегодня регенеративная терапия выходит на первый план. Давайте поговорим еще об одном методе лечения. Это, не знаю, лет 15 назад вообще был на пике популярности. Сейчас уже говорятся об этом с большей осторожностью. Я имею в виду лечение стволовыми клетками. Cell therapy, клеточная терапия. И как клеточная терапия связана с будущим лечением сахарного диабета? Я хочу адресовать этот вопрос доктору Славину. Сахарный диабет – это два разных заболевания. Это сахарный диабет первого типа и сахарный диабет второго типа. Таким образом, мы не можем говорить об одном лечении для каждого из типов. Давайте начнем с диабета первого типа, который является более тяжелой формой сахарного диабета. С большим количеством осложнений. Проблема заключается в том, что иммунная система организма атакует собственные клетки поджелудочной железы, которые выделяют инсулин. Таким образом, в первую очередь, если мы хотим вылечить сахарный диабет, мы еще не умеем это делать, но по пути к цели. Прежде всего, необходимо остановить аутоиммунный процесс. Другими словами, нейтрализовать аутореактивные Т-лимфоциты – собственные клетки организма, которые атакуют клетки поджелудочной железы, выделяющие инсулин. Следующим этапом будет увеличение количества клеток, вырабатывающих инсулин. Таким образом, сначала мы должны остановить причину заболевания, а потом увеличиваем число клеток, продуцирующих инсулин. Найлучшим решением, пока что недоступным, но мы работаем над этим, будет применение мультипатентных стволовых клеток, так называемых мезенхемальных стволовых клеток, которые легко получить из жировой ткани, костного мозга, или лучше всего из плаценты и пуповинной ткани, когда рождается ребенок. Эти мультипатентные клетки могут быть дифференцированы в любую ткань организма. Если мы сможем мезенхемальные стволовые клетки дифференцировать в клетки, которые вырабатывают инсулин у пациента, это будет идеальной ситуацией. Параллельно эти же клетки могут быть использованы для борьбы с аутоиммунным процессом, потому что они способны регулировать или подавлять аутоиммунную реакцию организма. Таким образом, в теории, стволовые клетки могут остановить болезнь и в конечном счете, когда мы сможем их достаточно хорошо дифференцировать, выделять инсулин. Сегодня мы проводим несколько экспериментов, которые показывают, что такие клетки, да, могут выделять инсулин, но пока что в количестве, которое не оправдывает проведение клинического исследования. Ну вот я просто вспоминаю, что когда начал спадать вот этот энтузиазм по поводу стволовых клеток, говорили, что это вообще панацея от всех болезней сначала, потом обнаружилось, что в каких-то случаях это приводило к онкологии. Это совершенно не так. На этот счет в обществе существует огромное заблуждение. Когда мы говорим о стволовых клетках, то надо иметь в виду, что есть несколько видов стволовых клеток. Во-первых, эмбриональные стволовые клетки. Это клетки, которые образуются при оплодотворении яйцеклетки. Они называются эмбриональные стволовые клетки. Эти клетки, несомненно, опасны. Если трансплантировать их, например, в животных, под почечную капсулу, они всегда приводят к развитию рака. Таким образом, эмбриональные стволовые клетки, да, могут вызвать рак, и в настоящее время не должны использоваться для лечения. В будущем люди смогут обучать их преобразовываться в любые клетки. Однако, когда мы говорим о стволовых клетках, мы говорим о клетках, которые иногда называют взрослые стволовые клетки. Лучшее их название – это паснотальные стволовые клетки. Эти клетки получают из плаценты или ткани пуповины после рождения ребенка. Они не вызывают рак. Наоборот, некоторые исследования показывают, что они могут применяться для лечения рака. Нам нужно разделять между эмбриональными стволовыми клетками, которые опасны, и паснотальными или взрослыми стволовыми клетками, которые на 100% безопасны. Профессор Левит, подключайтесь тоже к этой теме. Что Вы думаете о лечении стволовых клеток? Или давайте я даже немножко шире это поставлю. В чем вообще будущее лечение диабета? Стволовые клетки, может быть, другие какие-то клетки? В последнее время я свято уверовал в регенерацию. То есть, если бы меня спросили 5 лет назад, в чем будущее лечение диабета, я бы сказал, только высокие технологии, больше ничего. То есть, искусственная поджелудочная железа, сенсорная терапия, помпы и так далее. Сегодня наши опыты, наши исследования, наш опыт и клиническая практика показали, что мы можем добиться регенерации, что мы говорим с Вами о заболевании, которое, да, может отступать под воздействием регенеративных компонентов. И здесь я вижу лечение стволовыми клетками, как идеально, как бы, восполняющий паззль лечения, и из лечения, что очень важно, и из лечения сахарного диабета первого типа. Я ничего не могу обещать, конечно. Это скорее интуитивно и основано на небольшом клиническом материале. Тем не менее, мое глубокое убеждение в том, что клетки, стволовые клетки, являясь одновременно и иммуномодулирующими клетками, которые нормализуют реакцию иммунитета, это великолепный иммуномодулирующий фактор, естественный от того же человека. И второе, эти же самые клетки могут дедифференцироваться, то есть редифференцироваться, или переходить в стадию, называется трансдифференцировка, в стадию стволовых, извините, в стадию бета-клеток, это клетки, которые вырабатывают инсулин. То есть мы здесь одним выстрелом сразу нескольких зайцев. Таким образом, я еще раз хочу подчеркнуть, что первое, согласно нашей концепции, профессор Славин тоже считает, что нету неизлечимых заболеваний аутоиммунных, и, конечно же, нужно верить в то, что мы можем в ряде случаев помочь. Профессор Славин доказывает это с другими аутоиммунными заболеваниями, я пытаюсь это доказать при первом типе диабета. И стволовые клетки, на мой взгляд, это тот самый метод лечения, который является, на мой взгляд, идеальным для первого типа диабета. Да, потрясающе. И последний вопрос, который у меня остается, насколько эти все революционные совершенно методики, они сегодня уже применяются в Израиле, насколько простой человек, израильтянин, или, может быть, гость нашей страны, может получить такое лечение? К сожалению, нет, потому что Министерство здравоохранения не позволяет проводить лечение клетками, которые были обработаны вне организма пациента. Лично я думаю, что это ошибка, но таков закон, и мы обязаны его выполнять. В принципе, клеточная терапия, как я уже говорил, теоретически может использоваться для подавления аутоиммунных процессов, пока что не для лечения сахарного диабета. Полагаю, это произойдет в будущем. Но нет смысла подавлять иммунную систему, если нет клеток, которые выделяют инсулин. Таким образом, мы считаем, что подавление иммунной системы, только аутоиммунных процессов, без побочных эффектов, между прочим, может применяться на ранних стадиях сахарного диабета, когда клетки поджелудочной железы, продуцирующей инсулин, еще существуют. Мы надеемся, что сможем уберечь оставшиеся клетки поджелудочной от будущих атак иммунной системы, которая их убивает. Этот период называется медовый месяц, когда еще возможно остановить аутоиммунный процесс, чтобы клетки поджелудочной железы могли восстановиться и размножиться. Таким образом, это может стать, я пока что не хочу говорить излечением, но значительным улучшением в состоянии пациента. Также это верно для второго типа сахарного диабета. Это другая болезнь, но при ней также происходят некоторые процессы в иммунной системе, которые мы еще не обсуждали. Мы верим, что лечение мезонхимальными стволовыми клетками может помочь также при сахарном диабете второго типа, например, предотвратить сосудистые заболевания. Так что ответ на ваш вопрос не в Израиле, но возможно проведение терапии в рамках экспериментального лечения. При обращении и после консультации с нами я могу проводить такое лечение в странах, где клеточная терапия разрешена законом. Или же обратиться в Минздрав Израиля с просьбой разрешить эту терапию по протоколу экспериментального лечения. Шмой, пожалуйста, тот же вопрос. Хотел бы только добавить, полностью согласен с тем, что сказал профессор Славин, хотел бы только добавить, крайне важно оставить хотя бы часть, хотя бы небольшое количество функционирующих бета-клеток. Последние исследования показали, что даже если мы сохраняем ничтожный процент своих бета-клеток, которые способны вырабатывать свой инсулин, мы практически избавляем молодого человека, ребенка, больного первым типом диабета, от будущих осложнений. Это очень взаимосвязанный процесс. С одной стороны, осложнение, с другой стороны, приведение диабета к ремиссии является нашей святой целью. То есть, профессор Славин упомянул, то, что так называемый honeymoon, это медовый месяц диабета. Почему называется месяц? Потому что обычно так и бывает. Месяц, мы начинаем инсулин, месяц, как будто заболевание исчезает. Это как раз говорит о том, что клетки, которые были как бы в ступоре, они были парализованы, они начинают пробуждаться. Но далее мы не можем остановить весь этот процесс и снова все возвращается. Так вот, наша задача, и она вполне реальна, превратить медовый месяц в медовый год, медовые 10 лет и так далее. Я вполне допускаю, что это реально. По крайней мере, наш опыт показывает, что мы можем добиваться такого результата. Большое спасибо, профессор Шмуэль Левит, профессор Шимон Словин. Большое спасибо за участие в нашей программе. Дорогие друзья, вы все сами слышали. Ставьте лайки, делайте share, распространяйте эту информацию. Наверняка она будет полезна кому-то из ваших друзей и знакомых. Ну и до новых встреч на канале ИТОН ТВ. ИТОН ТВ